Всем привет, меня зовут Смирнов Иван, я являюсь иллюстратором, концепт-художником и основателем школы Смирнов Скул, и мы продолжаем нашу рубрику ответов на вопросы. И сегодняшний вопрос будет таким. Как доводить иллюстрацию до конца? Что делает иллюстрацию завершенной? Потому что иногда кажется, что вот уже все есть, все порендерено, но чего-то не хватает. Вопрос во многом затрагивает наш предыдущий. То есть как доводить работу до конца, сколько тратить на нее времени? Но конкретно этот вопрос касается немножко другой темы. Вы уже сделали иллюстрацию, вы применили все свои навыки, но вот чего-то не хватает и что-то нужно сделать. Какая-то тонкая настройка нужна. Ответ на этот вопрос, он одновременно и очевиден, и возможно не очень. Вам нужно свериться с тем, куда вы идете. Представьте, что вы ищете клад на карте, и вы сверяетесь по ком, по су, по звездам, по местности, и вот вам нужно точно попасть в клад, и вы уже почти на месте. Как понять, что вы копнули, клада там нет? Вам нужно произвести точную сферку. Тонкая настройка, финальные штрихи в иллюстрации. Это такая же область знаний, как и любая другая. То есть то, что нужно сделать в конце. Проблема в том, что мелкие нюансы, то, что отличает профессиональную иллюстрацию от любительской, это то, что мы научимся видеть в последнюю очередь. Спустя какое-то количество итераций, спустя какое-то количество попыток сделать самую финальную иллюстрацию из возможных. Как приближаться здесь к результату? Вам нужен референс. Вам нужен пример того, где вы хотите оказаться со своим уровнем. Например, вам нравятся иллюстрации Blizzard или иллюстрации Riot Games. Возьмите их как пример и поставьте себе планку. Я хочу рисовать так же. Понятно, что так же это очень широкая категория. И предположим, что у вас есть почти все навыки для того, чтобы это сделать, но вы хотите именно вот тонкой настройки. Доводя иллюстрации до финала, особенно тщательно делайте сверху на финальной стадии. Пытайтесь понять, в чем ключевая разница. Возможно, в итоге окажется, что разница не в мелочах, а в каких-то глобальных вещах. Что то, чего не хватает в вашей иллюстрации, это не какие-то мелочи, фильтры или доводки деталей, а это глобальные вещи, связанные с композицией, с работой силуэтов, освещения. Может быть и так окажется. Но здесь очень важно, чтобы вы не пытались получить заветный кусочек теории, который бы сориентировал вас в любой ситуации. Если ты хочешь довести иллюстрацию до конца, всегда проверяй контрастность двух крайних пикселей в правом верхнем углу. Если она там 50 поделить на 69. Нет. Ситуация всегда будет уникальной. И вам нужно сверяться с тем, где вы хотите оказаться. И очень важно, чтобы была какая-то цель. Если вы не хотите где-то оказаться, если вы просто делаете иллюстрацию для себя, и вам не с чем сверяться, вы не ставили себе цель по качеству, то и результат, к которому вы будете приходить, будет весьма субъективным. Прирост качества также будет базироваться и лишь на ваших субъективных ощущениях вам не с чем будет сравнить. Пример, визуализированная цель, то, что позволяет нам совершить какие-то реальные действия и совершить какой-то реальный анализ, который приблизит нас к результату. Я надеюсь, что я достаточно подробно ответил на этот вопрос. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои вопросы в комментариях. И всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok